Британец и американец, противник стульев, телефонов, стримингов и компьютерной графики, отец четырёх детей, дальтоник, большой любитель кино и один из самых известных и влиятельных кинематографистов современности. Сегодня мы поговорим о Кристофере Нолане и обсудим тот путь, который он проделал, прежде чем достичь вершины. Меня зовут Олег, вы на канале Хонсу, присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Творческий путь Нолана начался ещё задолго до его первого полнометражного дебюта в большом кино. В возрасте 7 лет он позаимствовал камеру Супер Эйду своего отца и стал снимать короткометражки. Одной из таких стала кукольная мультипликация Space Wars, вдохновлённая космической одиссеей Стэнли Кубрика и Звёздными войнами. Впоследствии режиссёр скажет, что каждый снятый им фильм был ступенью к чему-то большему. И, возможно, без космических войн мы бы не увидели преследования, помни, и всего того, что было создано после, но и при этом признаёт, насколько всё-таки его детские работы были плохими. Кристофер поступил в университетский колледж Лондона на литературный факультет, не забывая при этом о своей детской мечте – стать режиссёром. Во время обучения он был президентом кинематографического объединения, где показывал художественные фильмы. Там же он и познакомился со своей будущей женой Эммой Томас, которая впоследствии станет продюсером всех фильмов мужа. Уже тогда он начал создавать короткометражные фильмы. В 1989 году Нолан совместно с Рокобеличем за ночь снимают «Тарантеллу» – четырёхминутный сюрреалистичный психологический триллер. После выпуска Нолан продолжает заниматься любимым делом и снимает ещё две короткометражки «Воровство» и «Жук скакун». В середине 90-х у режиссёра были попытки снять полный метр, но из-за отсутствия поддержки они не увенчались успехом. В 1998-м Кристофер снимает первый полнометражный фильм «Преследование», производство которого Нолана характеризовал как экстремальное, даже для малобюджетных съёмок. Съёмки проходили в течение трёх-четырёх месяцев, а в общем производство заняло год. Такие сроки связаны с тем, что режиссёру приходилось снимать своих друзей, участвующих в фильме по выходным, так как по будням они работали. При этом каждая сцена была тщательно отрепетирована для экономии плёнки. По итогу все эти старания окупились, кино получило положительные отзывы и попало в прокат, благодаря чему во много раз окупило свой скудный бюджет. Успех позволил заняться следующим проектом, и мир увидел фильм «Мемента» или «Жи помни». Картина получила премьеру на Венецианском кинофестивале, а потом и всеобщее признание, став культовой и до сих пор находясь во многих списках лучших фильмов. Нолану «Жи помни» принесло первые номинации на Оскар и «Золотой глобус» за лучший сценарий, но тогда наград режиссёр не получил. Третий фильм Нолана «Бессонница» детективный триллер с Альпачино и Робином Уильямсом. Культовый статус не обрёл и серьёзных наград не получил, но подарил бесценный опыт работы с крупными актёрами из студии. «Бессонница» — хороший фильм, о котором редко вспоминают. Однако, как мы помним, каждый фильм постановщика был ступенью к чему-то большему. В начале нулевых студия Ворнер искала режиссёра, который сможет перезапустить франшизу о знакомом всем неутомимом ночном борце с преступностью. Кандидаты были разные, но либо их не устраивала перспектива снимать супергеройское кино, либо их идеи не подходили студии. И тут очень удачно у Ворнеров появился Кристофер, который хотел снять новый фильм о Бэтмене. Как всегда, у него был свой взгляд на историю. Вдохновившись нуарами, Нолан превратил перезапуск в реалистичный по меркам персонажей и мрачный боевик. И это сработало. До сих пор фильм «Бэтмен. Начало» считается многими одним из лучших супергеройских оригинов. Сделав ставку на практические эффекты, хорошую историю, раскрытие характеров персонажей, Нолан взобрался на ещё одну ступень, превратившись из мало кому известного режиссёра в прибыльного постановщика. Студией было одобрено производство трилогии, но перед этим Крис успел выпустить ещё одну картину. Престиж. История двух фокусников, соперничество которых заходит слишком далеко. Сценарий наш герой начал писать вместе со своим братом Джонатаном ещё в 2001 году. Изначально фильм должен был выйти в 2003, но из-за работы над Бэтменом кино увидело свет только спустя пять лет после начала работы над текстом. Престиж стал важной вехой в творчестве Нолана. Фильм основан на структуре фокуса, обещания, превращения и престиж. Автор даёт нам возможность поверить и насладиться магией кино, чтобы в конце поразить поворотами сюжета. Но никакой магии нет, ведь для режиссёра это ремесло и наука, что он и показывает через одного из персонажей. Здесь же продолжает формироваться Нолановский стиль, и в том числе один из его ключевых элементов – нелинейное повествование. Так монтаж фильма включает в себя 146 временных скачков. При всём при этом поднимаются темы искусства, творческой ревности, самопожертвования и многие-многие другие. После престижа Кристофер возвращается в супергероику, снимая сиквел Бэтмена под заголовком «Тёмный рыцарь». Фильм получил огромный кассовый успех, собрав более миллиарда долларов в прокате. Многими он признаётся лучшим супергеройским фильмом, да и в целом находится в бесчисленном количестве списков лучших фильмов. Более того, на АМДБ он занимает третье место, и какая бы ни была в этом заслуга Нулана, «Тёмного рыцаря», помнят и связывают с другим человеком. Хит Леджер, гениально перевоплотившийся в Джокера, умер незадолго до премьеры картины, и за эту роль он был посмертно удостоен премии «Оскар», что, конечно же, не сравнится с тем, что он навсегда вписал своё имя в историю кино. Ненадолго вернёмся в прошлое. Ещё в 2000 году, когда мир только увидел «Мемента», малоизвестный Кристофер Нолан начал работу над сценарием нового фильма. Тогда режиссёр написал 80-страничное изложение сюжета о похитителях снов, но позже, обсудив идею со студией, он был вынужден отложить свой замысел в долгий ящик. Дело в том, что проект требовал крупного бюджета, а наш герой на то время не имел ни опыта в съёмке блокбастеров, ни достаточной репутации, да и сценарий не был готов. Прошло 9 лет. Оглушительный успех «Тёмного рыцаря» позволил Нолану задуматься о возвращении к старому сюжету. Он отшлифовал сценарий, над которым работал долгие годы, и вновь обратился к студии, которая купила у него текст, одобрив производство. В 2010 году в кинотеатрах вышло «Начало», фильм «Мечта», результат долгого труда, ставший современной классикой кинематографа. У Нолана получилось совместить идею осознанных сновидений, отточенную жанровую структуру и несколько уровней конфликта, включая эмоциональный внутренний конфликт Коба, главного героя картины. «Начало» получило 8 номинаций на Оскаре, включая лучший фильм и лучший сценарий, но награды фильм взял только в технических категориях. Тем не менее, кино стало культовым, до сих пор многие разбирают и анализируют сюжет, строят теории и догадки по поводу финала и не только, пишут статьи, да и просто с удовольствием вспоминают и пересматривают этот прекрасный фильм. В 2012 году выходит «Тёмный рыцарь. Возрождение. Легенды», завершивший впечатляющую трилогию о Бэтмене. История. Длиной в 7 лет, за которые Кристофер Нолан, из начинающего, ещё немногим известного постановщика, превратился в одного из влиятельнейших режиссёров нашего времени. Но на этом история не заканчивается. После завершения работы на трилогии Бэтмена, Нолан стал трудиться над новыми авторскими проектами. В 2014 году вышел «Интерстеллар» – научно-фантастический фильм, поражающий своей эмоциональностью, проработкой сюжета, научной достоверностью и спецэффектами, за которые фильм, кстати, получил Оскар. Затем последовала череда экспериментов. Военная драма «Дюнкерк», рассказывающая об операции по эвакуации английских, французских и бельгийских войск во время Второй мировой войны, принесла Кристоферу первую режиссёрскую номинацию на главной кинопремии года. В фильме Нолан снова прибег к нелинейному повествованию, показав три истории, имеющих разную длительность – одна неделя, один день и один час, но развивающихся параллельно. Следующим стал «Довод». Вероятно, самый сложный фильм Нолана, учитывая, сколько схем сюжета было создано, чтобы хотя бы понять хронологию происходящих в нём событий. Фильм «Идея», в котором форма возобладала над содержанием. Несмотря на впечатляющую режиссуру, монтаж, работу со звуком, сюжеты и эмоциональное вовлечение оставляли желать лучшего, а диалоги стали поводом для мемов. Тем не менее, стоит отдать должное Нолану, ведь «Довод» стал первым крупным голливудским релизом, вышедшим на больших экранах после пандемии. И хоть он не смог окупиться, но стал важным шагом на пути возвращения людей в кинотеатры. В декабре 2020-го студия Ворнера объявила о своих планах на выпуск новых фильмов одновременно на стримингах и в кино. Христофер Нолан раскритиковал это решение. Некоторые из самых влиятельных кинодеятелей и наиболее значимых кинозвёзд ложились ночью в кровать, думая, что они работают на величайшую киностудию в мире, а проснулись и обнаружили, что работают на худший стриминговый сервис. Позднее появилась информация, что новый фильм режиссёра не будет финансироваться или распространяться Ворнерами. Так и случилось. Сотрудничество, начавшееся ещё с бессонницы, прекратилось. Но для постановщика уровня нашего героя не составило труда найти новую студию. Таковой стала Universal. 20 июля 2023 года в прокат вышел новый и последний на данный момент фильм Кристофера Нолана под названием «Оппенгеймер». Биографическая драма, рассказывающая историю жизни Роберта Оппенгеймера, американского физико-теоретика, руководившего во время Второй мировой войны манхэттенским проектом, разработками ядерного оружия. Главную роль в фильме исполнил Киллиан Мёрфи, который работал с Кристофером ещё с первого Бэтмена, но всегда играл второстепенных персонажей. Кроме того, в фильме снялись Роберт Дауни-младший, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Флоренс Пью и многие другие. «Оппенгеймер» получился действительно монументальным, эпическим произведением. И для многих был очевиден тот факт, что именно этот фильм заберёт большинство крупных наград. «Лучшая драма и режиссура на золотом глобусе», «Лучший фильм» и «Лучшая режиссёрская работа на Бафта», «Лучший фильм и лучший режиссёр на премии «Выбор критиков». Ну вот, настал момент, которого ждали многие. 96-я церемония вручения премии «Оскар». Номинация «Лучшая режиссура». «Лучший programmатель сервис» «Алтина как классね». И� emoилье rein, наверное, еще klass盟elseю «Лучший фильм» для жизни. «Алтина, появился первым и операций. Он получил свободный Sycm crabил вins GO. Спасибо. Нолан стал лучшим режиссером 2024 года. История, начавшаяся более четверти века назад, обрела новый и очень приятный поворот. Мог ли тогда, давным-давно наш герой, снимая свои первые работы за собственные деньги, представить, что будет иметь всемирную известность и огромный успех в любимом деле? Вполне возможно, так или иначе это случилось. Конечно, и без любых наград, Нолан уже много лет назад завоевал любовь и признание бесчисленного количества людей по всему миру. В данном случае, золотая статуэтка лишь очередное подтверждение, что успех рано или поздно приходит к тем, кто прикладывает достаточно усилий. Уверен, что Кристофер еще не раз порадует нас своим творчеством, с каждым разом, забираясь все выше и выше. Спасибо всем за внимание, и помните, мечты сбываются. Мы не знаем, что это великолепное путешествие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...